друзья всем привет сегодня поговорим с вами о канарейках наступила осень и мы должны с вами сейчас обратить внимание на канареек у нас будет такая работа связанная с разведением это одна из составных частей разведения мы получили с вами новое поколение канареек в этом году допустим у меня было три самца и две самки получилось тут у меня молодежи еще еще кстати в старом сарайчике там еще птица осталась сюда не все переехали так вот нам нужно выбирать нам нужно заниматься племенной работой и как насколько лучше мы выберем птицу насколько мы лучше будем осведомлены каких птиц надо выбирать настолько и будет лучше с каждым годом наша птица так вот на что нужно обратить внимание при выборе птиц а час в частности нашего молодняка друзья внимание нужно обратить во первых если вы преследуете какие-то окрас интересные допустим кто-то любит чисто желтых чтобы не было никаких помарочек то вы выбер то вы выбираете себе чисто желтых если уж есть помарочками то ну оставляйте наименьших затем кто кто на помарочки внимания не обращает а вот кто преследует правильную песню то тогда вы садитесь и слушаете и смотрите у кого у какой птицы какая позывка допустим есть самки с хрипатой посылкой есть самки с у них слышится хрустальный звон условно говоря есть такой звук то есть вы это все сидите и слушаете допустим взяли чашечку чая навели себе чайку или там молочка тепленького с бубликами и наслаждаетесь и смотрите выбираете в общем по звуку по цвету и друзья надо обратить внимание на психическое состояние птицы это очень важный показатель он в дальнейшем намного улучшит упростит я бы сказал нам разбегение канарей потому как вот я вам приведу пример есть канарейки умнички спокойные ну это и самцы бывают и самки то есть спокойно вот обратите внимание здесь сидят в шестером у них тут все хорошо никто никого не обижает здесь сидят допустим втроем там или вчетвером не обязательно в общем суть в том что есть такие особи это могут быть и самцы и самки в основном самки потому что они самцов вот я видите по возможности уже начал отсаживать это вот из молодых здесь 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 еще там в сараечке есть так вот осаночки в принципе сидят но тут тоже вот есть два самца нужно отсаживать клеток не хватает кстати надо делать клетки и в общем я наблюдаю здесь все хорошо а вот здесь допустим задира она то хвост вырвет у соседки то крыло перо в крылышке вырвет у подружки и вот каждый день у нее то за хохолок у кого-то что-то откусит вот таких вот нервных я бы сказал агрессивных самок вы сразу берете и убираете в отдельную клетку и отпускаете и отправляете ее на вольные хлеба или просто отдаете более опытному разлучку который может быть с ней что-то там получится у него в общем вот эти три фактора нужно обратить внимание цвет песня звуки и вот это вот состояние птицы и вот вот сейчас когда мы начинаем уже вот сейчас мы начинаем планировать кто у нас будет участвовать в следующем году в двадцать втором в 2022 году то есть мы выбираем из молодняка и вот ранее мною снятое видео когда я кольцевал мне многие спрашивают зачем вы кольцуете птиц ну кто не в курсе люди спрашивают для чего вы кольцуете птиц зачем это надо так вот сейчас друзья как раз таки кольца нам будут помогать чтобы у нас не встретился брат с сестрой или сестра с братом чтобы избежать близкую кровь чтобы избежать имбридинг тем самым мы будем получать с каждым годом потомство все здоровее и здоровее а если мы будем порвать близко родственную связь то потомство нашим и по первым мельче скажет у года мельче ну и иммунитет будет слабее так что друзья рекомендую вам кольцевать канареек и делать вот такие вот как бы выбор осмотр своего хозяйства и выбирать лучших из лучших кстати очень важно сейчас у нас осень не за горами зима мы должны с вами своих канареек кормления друзья должно быть на лучшем уровне сюда нужно попадать зелень каждый день ну хотя бы через день можете выращивать допустим зимой негде взять на рынке опасно друзья на рынке опасно допустим тот же салат и вот чем-то обрабатывать и карарейки многие нравятся многих ну трудятся в прямом смысле этого слова у погибают канарейки от салата от магазина надо выбирать смотреть покупать у проверенных там если яблоки то не супермаркетом быть хорошо кожуру чистить там очень много хлопот это приносит овощи как бы проще варков натерли там свеклу натерли тыковку тоже взяли кусочек натерли птичку дарит возьмите ящичек возьмите ящичек насыпьте земельки вот такую конструкцию сделайте и будет у вас зелень вы посадите здесь купите листья салата к примеру или если вы запасались листья одувания семенами одуванчика семенами чернобыльца даже можете просто смесь которую кормите конорей посадить туда в этот ящичек может несколько сделать в каждом ящичке у вас будет разные сорта посадили свою зерно смесь который короче и будет у вас зелень круглый год кто-то если хочет прям хороший ассортимент своим конорейкам большой разнообразный сделать я вам рекомендую подписаться к сергею букур на канал есть такой блогер сергей букур занимается амадинами попугаями но у него есть очень хорошее видео где он там показывает какие травы можно там ищерица там и лебеда там крапива там салат в общем-то много разных трав которых в принципе никто об этом не знаю друзья я вам советую я ссылку оставлю в описании канал сергей букур заходите подписывайтесь поддержите человека я считаю он очень достойный заводчик птиц ну никак не может собрать им тысячу подписчиков надо собрать еще подписчиков давайте вместе дружно я спрошу пожалуйста помогите зайдите подпишитесь потом посмотрите и померяйте как вам все это нравится останетесь ничего страшного уйдете дальше пойдете искать других но я вам рекомендую этого заводчика в плане кормления там можно много чем подчеркнуть как кормить основном какие травы давать друзья потому что нигде на ютубе нет такого большого ассортимента вот именно травы зелени разные понимаете так что я вам рекомендую сергей букур ссылка в описании в общем вот такой вот у меня сегодня получился видео обзор моего хозяйства здесь у меня сейчас холодно сейчас плюс 5 канарейки смотрите чувствует себя чувствует себя хорошо но почему они сейчас чувствуют себя хорошо бывает так принесешь с квартиры теплой на улицу или там перенесешь куда-нибудь канареев она бац замерзла потом хухлится дуется замерзает умирает болеет я птиц сюда принес за две или три недели до холодов и здесь температура она постепенно плавно понижалась то есть птичка постепенно адаптировалась и сейчас она чувствует себя комфортно если бы я сразу принес птиц с теплого помещения в холодное помещение то возможно простуда возможно простуда появились бы сопли тогда бы пришлось бы лечить бы эти сопли есть проверенный хороший способ лечения соплей ну назовем это собли или простуда по простому чтобы понятно берем с вами комнатное растение алой алой выдавливаем в чайной ложечки но это может быть алой у кого-то каланхой вот это семейство лучше всего каланхой поправлюсь каланхой лучше вы выдавливаете сок каланхой в чайной ложке разбавляете в кипяченой воде в одинаковой пропорции и закапываете ноздри вашей канарейки ну и попугайчиком это тоже подойдет и соплики уходят мы буквально там три дня мы покапали утром в обед все нормализуется это вам как добрый час говорится пусть будет имейте ввиду в общем друзья продолжение следует остальная группа в канаре приедет в это помещение и будут немножко по-другому стоять это как бы временно поставил потому что здесь валом еще работает канарейки переедут уже когда здесь зайдет отопление сейчас холодно эти адаптировались отец тепленького помещением холодный я боюсь чтобы не заморозить птицу сейчас отопление включим печку затопим будет тепло канарейки приедут отберем лучших сделаем племенную работу отберем самцов посадим отдельно самки будут сидеть вместе самцов лучше держать отдельно и что в помещении не было попугаев самое главное чтобы у меня тишина канарейки сидят и слушают как поет учитель мой учитель моего учитель еще самого учить надо потому что а вы кстати вот благодаря работе который я вам сегодня рассказал если вы будете так делать постоянно то с каждым годом ваше поголовье канарейки будет становиться лучше потому что вы будете выбирать лучших они будут давать лучших из лучших новых лучших в общем друзья вот такие дела не забывайте ставить лайк если вам понравилось продолжение следует подписываемся на канал до скорой встречи я желаю вам кстати всем желаю и канароводам и тех кто попугаев держит и кто вам один держит всем любителям птиц желаю добиться хороших результатов уже в будущем году 2021 друзья до скорой встречи всем пока с вами был юрий васильченко